Сразу несколько международных федераций сегодня дали добро на допуск российских спортсменов к участию в Олимпиаде. В полном составе на игры в Рио поедут сборные по волейболу, тхэквондо, а также по прыжкам на батуте. Без единой потери в Бразилию отправятся и наши боксеры и гимнасты. И сегодня же у стен Кремля состоялись торжественные проводы наших атлетов на Олимпиаду. Позже церемония продолжилась в Александровском зале, где с напутствием словом выступил президент Владимир Путин. Екатерина Воскребенцева обо всем по порядку. Красивые девушки в элегантных пиджаках и кремовых юбках, мужчины в белоснежных рубашках и бабочках, подтянутые, улыбчивые. Они заставляют восторженно замереть оказавшихся рядом туристов под звуки оркестра с красными гвоздиками к вечному огню. Посещение памятного мемориала накануне отъезда на игры стало для российской сборной традицией, а потом в Александровский зал Кремля на встречу с президентом в полном составе. Сегодня здесь собрались те, кто долго, упорно, честно готовился к главному старту четырехлетия и заслужил право защищать спортивную честь России. Однако, к сожалению, воплотить в жизнь свою мечту выступить в Рио смогут не все. И здесь прямо нужно сказать, что недальновидные политиканы не оставляют в покое и спорт, хотя как раз спорт призван сближать народы и сглаживать имеющиеся между странами противоречия. А сложившаяся ситуация вышла за рамки не только правового поля, но и, собственно, здравого смысла. Целенаправленная кампания, целью которой стали наши атлеты, включала и преслабутые так называемые двойные стандарты, и несовместимый со спортом, да и вообще со справедливостью и элементарными нормами права принцип коллективной ответственности, или, как было сказано, отмену презумпции невиновности. Похоже, что люди, которые так говорят, даже не понимают, о чем они говорят. Обвинение, не имеющее под собой конкретных доказательств. Агрессивная, на грани травли кампания в западных СМИ против наших олимпийцев. Эта циничная попытка ревизии самих олимпийских принципов больнее всего ударила по российским легкоатлетам. Те, кто никогда не был замешан в допинговых скандалах и потратил годы на подготовку к этим стартам, вынуждены сдавать билеты в Рио. Невозможно на все это смотреть спокойно, самые слезы на глаза наворачиваются, потому что это несправедливо и нечестно. Слова поддержки от всех участников сборной. Исправить ситуацию сейчас уже просто нет времени, но Россия продолжит бороться за права своих спортсменов. Мы не можем согласиться с огульной дисквалификацией и наших легкоатлетов, с абсолютно, хочу это подчеркнуть, с абсолютно чистой допинговой историей. Не можем мириться и не будем мириться с тем, что называется и является по сути откровенной дискриминацией. Это полностью не соответствует принципам олимпизма. Однако добиваться правды мы будем исключительно в законном порядке действовать в строгом соответствии с олимпийской хартией. Спасибо огромное прежде всего за эту мощную поддержку в вашем лице. На самом деле для нас это очень важно, потому что... Мы себя не жалели, с отдачей работали и практически вышли на финишную прямую и у нас эту мечту отобрали. Но я хочу сказать вам, ребят, мы с вами одна команда, мы с вами одна большая держава. И реально вот эта ситуация должна нас сплотить. Вы должны показать все, на что вы способны, и за себя, и за нас. Чтобы все эти псевдо-чистые иностранные спортсмены поняли, что не на тех напали. И выступите так, чтобы весь мир содрогнулся, и чтобы гимн Российской Федерации не переставая звучал на спортивных аренах в Рио. К олимпиаде в полном составе уже допущены сборные по фехтованию, спортивной и художественной гимнастике, тэквондо, прыжкам на батуте, триатлону, дзюдо и вольной борьбе. Обладатель бронзы на играх в Лондоне Белялмахов ждет, не дождется шанса выйти на ковер. Наша сборная и наша страна отличаются тем, что когда какие-то перед нами преграды возникают, нас это наоборот бодрит и заставляет включать резервы. Самые серьезные потери, не считая дисквалификации, легкоатлетов понесла сборная по гребле. В Рио едут 6 из 28 российских спортсменов. В допуске отказали и одному из волейболистов. Сколько бы нас человек не поехал, неважно, мы представляем нашу огромную страну, наших спортсменов. За нашу державу будем биться. Россия, подчеркивает, президент никогда не оправдывала употребление допинга. И уже сейчас готовит национальный план по борьбе с использованием запрещенных в спорте препаратов. Но пересматривать нужно и мировые правила допинг-контроля. Понятные, единые для всех, результаты проверок и сделанные на их основе выводы должны выкладываться в общий доступ. А не так, как сейчас, складываться под сухну, чтобы потом в удобный момент достать некие исследования и обвинить неугодного по каким-то причинам спортсмена. Все это больше похоже не на очищение спорта, а на грязную борьбу с конкурентами. Одно дело выигрывать у равных, сильных соперников. И совсем другое соревноваться с теми, кто явно ниже тебя по классу. У такой победы совсем другой вкус. Или, может быть, безвкусица. Хочу вас заверить в том, что мы здесь в России будем на наших спортсменов-лидерах смотреть как на победителей Олимпийских игр. Со всеми вытекающими отсюда последствиями административного и материального характера. После этой встречи в Александровском зале олимпийская делегация отправилась в Успенский собор Кремля. Малевин проводил патриарх Руси Кирилл. Потом короткая церемония фотографирования и сборы. Впереди 17-часовой перелет в Рио, акклиматизация и выступление на одной из самых непростых для российского спорта Олимпиад. Точный состав российской олимпийской сборной до сих пор неизвестен. Часть федерации все еще не определилась со списком допущенных на игры спортсменов. Но основная часть российской делегации отправляется в Рио уже завтра, чтобы там в честной олимпийской борьбе доказать, мы можем быть быстрее, выше и сильнее, какие бы преграды не ставили на пути. Екатерина Воскребенцева, Александр Сергомасов, Александр Медведев, ТВ-центр, Москва.